Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики, а также зрители моего канала Райзери. И сегодня мы обсудим очень интересную тему, которая, ну, по данным, которые есть на данный момент у меня, может, впоследствии было больше голосов, они изменились, но вы проголосовали именно за эту тему. Будут абсолютно все темы, просто какие, за какие проголосовали больше, такие я сниму первее. Ну что же, сегодня у нас тема «Почему короли шуты и страшные сказки в стиле панк-рок до сих пор так популярны?» Давайте приступать. Хоррор-панк появился еще в конце 1970-х в США, но нигде он не был так популярен, как в России. Все благодаря этой группе. В середине 1990-х песня «Лесник» про волков-людоедов и кукула-колдуна про девушку, ставшую жертвой черной магии, кажется, звучали на каждом углу, но любая слава проходит. Изменились вкусы, сменились поколения, в моде совсем другая музыка, вдруг хиты «Короля и шута» снова в музыкальных чартах, а сериал об истории группы ставит рекорды просмотров. Так это произошло. Спойлер помог ТикТок. К началу 1990-х у российской панк-музыки было несколько столиц. Вещи соперников Москвы и Петербург заглашал сибирский лафи. В стиле самые разнообразные от скопанка до нойза. Однако, даже на этом фоне Петербургская команда «Короля и шут» выделялась особо. Никакой социальной критики, никакой обсценной лексики, симпатии к анархизму, панковский драйв и косухи, они сочетались с качными и фэнтези сюжетами в поэтике. Каждая песня – маленький зловещий мюзикл с неожиданной развязкой. И уж совсем не виданное для панка дело – солирующая скрипка. Оба фронтмена группы Андрей Князев, или же просто Князь и Михаил Горшенев, или же просто Горшок, первые прослушанные рок-пластинкой в жизни называли, как ни странно, советский аудиоспектакль-мюзикл «Бременские музыканты» 1969 года. Парни выросли, но не повзрослели и фактически продолжали дело Бременска. Если за мисфицы американские родоначальники хоррор-панка брали сюжеты из дешевых ужастиков и научной фантастики, то король и шут вдохновлялись западноевропейским фольклором – колдуны, ведьмы, вампиры. Хотя мог появиться и славянский водяной, и догон из рассказовав крафта, и корсары, явно не навеянные франшизы и пираты Карибского моря. Два друга прекрасно дополняли друг друга. Князев написал большинство текстов Горшенев музыку. Они часто пели дуэтом два ярких баритона. У князя повыше, у Горшка пониже. Горшок брал аудиторию не только интересным тембром, но и сумасшедшей энергетикой. Он актерски отыгрывал роль в каждой песне. Его концертный образ прямо отсылал к средневековому шуту. Ирокез, напоминавший шутовский колпак, и щербатая улыбка. В детстве Горшок потерял четыре зуба, когда поспорил во дворе, что удержится на турнике без рук силой одной лишь челюсти. За считанные годы Горшок не только стали самой популярной панк-группой, но и одной из самых известных рок-команд в стране. Они собирали самые крупные площадки, выступали хедлайнерами на главных фестивалях, разогревали The Exploited, но получили премию MTV Russia. В 2001-м песня прыгнул со скалы, и полгода придержалась завершение чарта нашего радио. Главный рок радиостанции – Россия. В топе 500 лучших песен русского рока по версии той же радиостанции. Она стала 19-й, а на первую строчку попал тот самый лесник. Иными словами, в 2000-е в России было невозможно не знать группу Короля Шутеля и не слушать хотя бы одну их песню. Они стали народной группой, однако по мере ее популярности с ними закрепилась одиозная репутация группы для гопников – городской шпаны, которая приходит на концерты, погорланит песни, выпить пиво и подраться. Музыкальные критики относились к ним с откровенным пренебрежением, и среди фанатов рока долго считалось чем-то неприличным признаться в симпатиях к музыканту. Противоречия разрывали и саму группу. Горшок хотел больше панковского максимализма и более тяжелого звучания в духе The Exploited. Он публично признавался, что ненавидит фолк-роковые песни, прыгнув со скалы и кукла-колдуна, которые написал и исполнял один князь без горшка. Хотели найти треки фактически и вытащили шутов из панковского гетто. И принесли группе всероссийскую популярность. Наконец, сам формат коротких сказок тяготил горшка. Он мечтал о большей форме. Вдохновившись фильмом Тима Бертона, Асуини, Тоди, он задумывался сделать настоящий мюзикл о знаменитом серийном убийце Бродобрея. Князь отказался участвовать и в 2011-м ушел, создав собственную группу. Зонг опера ужасов Тодд Горшенев все-таки сочинил и сыграл в ней заглавную роль. Однако вскоре летом 2013 года скоропостижно скончался. Он не дожил три недели до своего сорокалетия. Группа Короля Шута официально перестала существовать. Хотя при популярности группы пришлось на 2000-е, нельзя сказать, что после смерти Горшка ее все забыли. Поколение выросшее на песню Короля Шута своим кумирам не изменило, хиты не уходят из ротации на радио, регулярно перепевают, фанаты футбольного клуба «Зенит» даже положили речевку на мелодию «Куку колдуна». Однако в начале 2020-х происходит нечто удивительное. Король Шут нежелательно переживает новую волну популярности. Началось все с очередного кавера в ТВ-шоу «Голос». В декабре 2020 года «Куку колдуна» перепел Дмитрий Венгеров. Ролик на YouTube собрал больше, чем полтора миллиона просмотров, а в январе 2021-го победитель Евровидения Александр Рыбак сыграл ее на скрипке. Этот ролик в TikTok позволяли более 300 тысяч раз. И пеха неожиданно завирусилась, подтянув за собой другие. На сегодня ролики в TikTok по хэштегу «Король и Шут» собрали 50 миллионов просмотров, а конкретно по хэштегу «Куку колдуна» и вовсе 144,1 миллиона. Это только вершина айсберга. Хиты разошлись на мем, их перепевают, монтируют для них любительские клипы. Зумеры, лишенные предубеждения своих родителей, разглядели в «Короле и Шуте» и отличные тексты, запоминающиеся рифы и неочевидные аранжировки. Среди молодежи прозрела и музыкальная критика. Первые серьезные статьи о творчестве группы выходят только сейчас. Рекордные цифры не остались незамеченными. Кинопоиск один из крупнейших в стране видеосервисов дал зеленый свет восьмисерийному фильму о карьере группы. Это уникальный прецедент для российской киноиндустрии, где боя пиков, как правило, достаиваются культурные герои советской эпохи. Продюсеры не прогадали. Вышедшие в марте два первых эпизода сериала «Король и Шут» за шесть дней посмотрели более 1,3 миллиона подписчиков, что абсолютный рекорд платформы, а сама группа триумфально вернулась в музыкальные чарты. В начале месяца сразу три первые строчки рейтинга прослушиваний сервиса «Яндекс.Музыка» оккупировали песни «Короля и Шута», а всего в топ-100 вошло 20 декомпозиций группы. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, ребята! ХОЙ!